Война с так называемыми красными памятниками понемногу перерастает в своеобразную войну с названиями улиц. На прошлой неделе правительство решило по предложению министра государственного управления Ариины Сольман инициировать поправку к закону о географических названиях, которая устранит, как говорят власти, лазейку в действующем законе. Дело в том, что сейчас общереспубликанская комиссия может направить самоуправление уведомление о том, что считает нужным ту или иную улицу переименовать. Но самоуправление, в свою очередь, уже само принимает решение. А вот теперь вместо муниципалитета, ответственным за географическое название, станет министр, если муниципалитет не определил свое соответствующее закону о географическом названии в течение двух месяцев после предложения министра. Что является важным, так это то, что если раньше местному самоуправлению приходилось отправлять уведомление несколько раз о смене названия улиц, то теперь этот процесс будет проходить гораздо эффективнее. То есть, если муниципалитет не собирается выполнять такое требование, то правительство сделает это за него. В действующем законе не оговаривается, что будет, если местное самоуправление не определит новое географическое название. Правда, согласно законопроекту, прежде чем министр присвоит новое географическое название, также запрашивается мнение местного населения. Но нынешняя практика доказывает, что это мало что меняет. Зато, когда новое географическое название вступает в силу, муниципалитет обязан заменить существующие таблички. И это лишь один пример того, как сжимаются и укорачиваются права местных самоуправлений, о которых Эстония всегда так громогласно сообщала всей Европе. Все последние законопроекты и инициативы существенно сужают роль местных самоуправлений. Как известно, автономность местных самоуправлений защищается основным законом Конституции. И теперь мы видим желание политических партий, которые представляют правительство, одним законопроектом за другим, не просто сужать правоспособность местных самоуправлений, но в принципе дают сигнал жителям этих местных самоуправлений, что их мнение, их эмоции никого не волнует. Больше всего уделено внимание именно региону Идавирума, где уже идет работа над переименованием ряда улиц. Поражает и скорость нашей часто очень медленной бюрократической машины. Здесь убрать большое количество так называемых монументов планируется чуть ли не за три месяца. Ну и также вслед, так сказать, долой неудобные красные названия улиц. В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в марте следующего года, такие правительственные решения многими политологами рассматриваются как очередная попытка разыграть русскую карту. Ведь зачастую власти сознательно ассоциируют наследие прошлого именно с русской частью населения, у которой на самом деле могут быть очень разные взгляды. Но кого это реально интересует, если впереди маячат избирательные урны? Сергей Овченков, Илья Бань, Михаил Владиславлев, Петер Юльван, Роман Васильев. Новости Таллина.